Мастер котельный номер 2 парасилового цеха УАО ММК Кирилл Руденок и заместитель начальника цеха Сергей Шабанов заняли второе место в конкурсе «Лучший рационализатор», проводившемся на комбинате в прошлом году. Благодаря реализации их рацпредложений исключена возможность травмирования персонала при проведении работ на галереи баков-сепараторов. Подробности у Андрея Рыжкова. Кирилл Руденок пришел в парасиловой цех в 2004 году, еще будучи студентом МГТУ. Он представитель династии инженеров теплоэнергетиков, продолжает дело отца. Начал карьеру с должности машиниста котлов, сейчас исполняет обязанности начальника участка энергокорпуса. Активный рационализатор принимал участие в конкурсе по рационализации, в данном случае номинация «Охрана труда и промышленная безопасность». Распредложение называется автоматизация включения свечи сброса пара. Мастер Кирилл Руденок и заместитель начальника парасилового цеха Сергей Шабанов, он, к сожалению, не смог участвовать в съемке этого сюжета, в прошлом году задумались, как можно максимально обезопасить труд обслуживающего персонала на галерее баков-сепараторов, расположенной на высоте 32,5 метра. Дело в том, что на крышу галереи выведена так называемая свеча сброса пара, температура которого 250 градусов Цельсия. Суть реализации проекта в том, что машинист котлов, который находится здесь в диспетчерской, получает команду от начальника смены или диспетчера об открытии данной свечи. Он подходит к этому пульту управления, нажимает кнопку открыть и при этом на галереи баков-сепараторов, повторюсь, это отметка 32,5 метра, происходит открытие этой свечи и также там установлено в рамках выполнения данного проекта световое табло. Если табло горит, то значит работает свеча. Соответственно, нужно быть предельно осторожными. При выходе с галереи на площадку обслуживания, значит, может произойти осадки в виде горячей воды. Это будет сконденсировавшийся пар. К счастью, в паросиловом цехе травм от выбросов горячего пара не было и отныне возможность их возникновения, во всяком случае на этом участке, стремится к нулю. К слову, Александр Дмитриевич Ческидов говорит, что в последнее время рационализационскому движению в паросиловом цехе можно поставить оценку «хорошо». Хотелось бы, конечно, чтобы было на отлично, но стараемся поднимать, привлекать к этому делу, объяснять, разъяснять, обучать. Андрей Рыжков, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.